приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games и очень много сообщений приходит о том михалыч расскажи какой самый лучший способ самый легкий способ слить ведь я понимаю что об этом сняли очень много видосов но говорят что давай свеженький я в принципе не против сейчас не то время когда нужно отказываться новичок у нас у ведьмы в принципе начнем с того что новичок который пришел на ведьму он уже достаточно прокачался достаточно уверенно стоит на своих ногах и может себе позволить например ну пускай без модулей но все-таки оружие мины и гранаты это совсем на другой видосик у нас есть броня спецвойск хотя можно и военную и конечно же все оружие которое топово можно использовать именно против ведьм почему именно эти оружие выбрал давайте узнаем чуть-чуть попозже сейчас мы ребят будем лутать нашу ведьмочку как получить голову как конечно выбить голову как получить самые ценные награды с ведьмы это все у нас в этом видео итак мы пришли к нашей ведьме первое что нужно сделать то не врываться в бой а взорвать коконы понятно что заряды c4 на дороге не валяются поэтому дискеты с координатами это стопроцентный шанс получить ровно 2 2 заряда c4 2 сишки вам помогут здесь хотя если вы новичок вы получали их ну можно так сказать по прохождению игры может в бункер альфа вы за красные талоны получили либо просто за выполнение заданий и за выполненные конечно же задание сезона здесь тоже прилетает c4 в прошлом сезоне были c4 в этот раз у нас тут мины но в принципе я думаю что 204 для этого выполнения лучше взять с собой без сишек будет очень трудно особенно без модулями кажется практически невозможно не забываем что ведьма охраняет свои коконы и их здесь два так ребятушки не забывайте за такие ролики обязательно ставить лайк не забывайте за такие ролики сразу подписываться на канал ну и писать комментарии как вы убиваете время может быть у вас отдельные какие-то возможности но или конечно свой идеальнейший способ слить нашу ведьмочку без модулей без ничего древчатка c4 сейчас мы ее возьмем с почты пошел один ребят на ведьму так и не взял с собой c4 ну что бабах произошел в принципе ведьм очка не отреагировала это большой плюс и мы до сразу же идем до следующего кока ну тут принципе режим стался не особо обращаем внимание на мини карту и просто у вас радарчик показывает приходит к близко зомби или нет два заряда c4 минус два кока на это минус большущие проблемы в будущем сразу скажу взять с собой нужно аптечек чем можно больше и так хотел сказать почему так смотрите насколько много собака у меня грызет двадцатку это круто это еще не предел что хотел сказать почему именно эти оружия именно такими оружием это винчестер дробовик катана мачете защитник либо ну тот же дробовик ну и разрушитель именно этими оружием можно шанс отпилить руку ведьм кстати мясницкий нож тоже подойдет я не брал но в принципе тоже сойдет первый удар желательно нанести со спины никто не отменял критический урон со спины поэтому у меня не получилось самое главное ребят смотрим 68 нужно вашей хп держать больше 68 потому что будет беда я конечно взял с собой собаку она у меня откормлена очень сильно поэтому никуда и и уже не дену а вот здесь начинается самая большая проблема здесь вам нужно зараженными волками сразиться и это конечно тоже отдельная тема ну и все на этом в принципе все главное 69 хп ребят ниже не опускаться и просто разрушителем как вы видите я отпилил ей руку она теперь уже не такая уж опасная принципе можно отбегать от того места где мы сражались также использовать дробовик и пускай это будет самое такое жесткое что скажу даже винчестер даже винчестер 721 урона может к собаку мне почти также бьет можно тоже и отстрелить руку это круто и это замечательно но если честно дробовик это идеальнейшее оружие пускай он даже без модулей жестко конечно противостоит нашей видне как вы видите что 60 урона уже не прилетает и это круто кстати это очень круто второй раз она пошла хилится тут уже справляемся с конечно же и с волками избра вот этим стайными зомби ну в принципе очень легко а вот то что у нас здесь это уже решил я в процессе всего этого еще и собаку дома оставить а то собака 20 грызла и в принципе каждый новичок скажет михача как вообще если ты собака у тебя съела пол ведьмы но я решил все-таки избегать за тем что нужно переодеться в более легких сет и теперь мы сможем кстати если у вас есть сама хил используйте это тоже кувырок либо спринт пожалуйста я попробую именно так ну что конечно режим стелса здесь неплохо бы и не прошлый раз еще и с ударом со спины прошел конечно казус но сейчас мы попробуем нанести и урон бабам 82 урона не забываем про критический урон 82 это значит что нам нужно держать свои хп больше 82 и это очень сложно в военном сете поэтому сражение с ведьмочкой очень очень жесткая затея аптечки улетают очень быстро и я вам скажу что их нужно постоянно пополнять это большущая жесть итак у нас шанс есть естественно слить ведьмочку так она уже заорала слить ведьмочку что с разрушителя что с дробовика что с чего угодно поэтому все эти оружия будут использоваться максимально и самое главное что шанс что рука отпадет все таки у нее есть достаточно высокий у всех этих огнестрелов и ближний бойных оружий пока что мне не везло ни разу то есть разрушителям немножечко дубасил и и все-таки ничего не получается даже голова у нее не качается очень жестко очень жестко ох 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 я вам скажу что блинский блин дробовик тоже чего-то мне не везет кстати это зависит от вашего везения рука может прямо отлететь практически в самом начале во у меня получилось разрушитель показал кто в доме хозяин и в принципе теперь можно уже более безопасно себя чувствовать здесь хотя она тоже грызет другой рукой достаточно на больно и теперь катана настало твое время достаточно неплохо она тоже себя чувствует и есть шансы с этим оружием тоже ребятушки нанести именно тот критический удар который отнесет и руку снесет руку и это уже достаточно неплохо ну что нам нужно дым добить ее до определенного уровня и в принципе теперь на нас опять бегут волки я никогда не думал что такое скажу но даже винчестер ребят такое оружие которым нелюбимое мое оружие давайте начнем с этого что даже винчестер простой 20 урон чека и тем не менее и он тоже имеет свойство отбить у нашей вид марки рученьку ну что дробовиком мы уже постреляли поэтому давайте блинский блин ну короче даже винчестер вот этот без модулей без ничего может отстрелить и руку и она тогда вообще без рук останется опа смотрите как четко безрукая ведьма это просто что-то я думаю что каждый из вас тоже задумался о том насколько сложно слить ведьму теперь она вообще безобидно слить ему хоть кулаками драться с ней хоть голым теперь уже конечно же все зависит от того насколько вы хотите с ним поиздеваться а вот давайте конечно зададим себе вопрос о том почему не выпадает голова голова не выпадает в последнее время очень очень часто то есть вернее очень редко выпадает голова или не выпадает очень часто сложно конечно закрутил завуалировал что для чего нам нужна ведьма раньше за ведьму давались хорошие очки сезона раньше за ведьму давались неплохие очечи для того чтобы сезона много засчиталось и выполнить сразу несколько об получить сразу несколько уровней опыта просто залетало не мовер на много сейчас же это просто какое-то издевательство 400 лучше слить два толстяка потратить намного меньше бинтов потратить намного меньше всего но тем не менее за мы ребят видим что это мачете это дробовик это винчестер это конечно же вот такого защитник он считается то тем же дробовиком катана разрушитель и мясницкий ножик это те вещи которые может могут реально вам помочь и реально от мудохать руку забыл тоже сказать что ребят напишите может быть я чё-то пропустил какими еще оружием можно отбить и руку и насколько легко и конечно же это сделать может быть какие-то оружие больше шансов иметь или меньше без модулей специально это сделал обязательно готовлю мины и гранаты для того чтобы попробовать выполнить некоторые манипуляции на новых локациях попробуем это сделать вместе надежды умирает ну как говорится последними надеюсь на то что вам понравится этот видос и заслужит на ваш лайкос вам огромное спасибо за то что вы смотрели чаще всего убивается ведьма для того чтобы выполнить задание рейдеров и пойти на рейд поэтому готовиться к этому нужно сейчас практиковаться не потом когда 150 уровень и ты сломя голову бежишь сюда просто когда уже 150 уровень и задание рейдеров настигнут тебя именно с литведи ты пришел сюда что сразу слил и даже не вспотел поэтому будьте внимательны в выборе оружия брони конечно в спецвойск брони будет она наносить урона поменьше ну и конечно лучше бинты чем большие аптеки потому что каждый раз когда она ударяет критом придется отхиливаться хотя если честно это намного удобней намного удобней делится большими аптеками но вот с рагу это отдельный вопрос потому что с едой именно такого характера едой хилится при борьбе с ведьмой очень сложно вы можете не успеть есть сразу несколько еды чтобы отхилить достаточное количество вы видели критит критующий шант очень большущий ладно об этом уже много сказано ведь маслита ну а надеюсь что ваш лайкос стоит комментарий написан ну и вы уже подписаны на канал всем всем удачи всем пока мы увидимся в следующих видео ребят пока мы увидимся в следующем видео